Трёхлетняя Маша всё ещё боится этого аппарата. Мама! Мама! Но неприятная процедура необходима, чтобы девочка не задохнулась. Рядом с игрушечными зайцами и детской посудкой у Маши целый ряд пузырьков и лекарств. У нас стоит трахеостома, мы через неё дышим. Постоянно санируем, когда Маша заболевает. Постоянно приходится отсасывать и ночью, вообще не спим. Маша – пятый ребёнок в большой семье. Мама в положении, ждёт седьмого. Ну ты чего расстроилась, зайц? Пойдём в домик поэкрану, пойдём? Расстроилась. Вот так, жестами, звуками, стоном или хрипом Маша передаёт свои эмоции, настроения, желания. У девочки сильно уменьшен язык и лежит во рту не по правилам, не как у других детей. Такой же дефект нижней челюсти. Из-за этого Маша может в любой момент задохнуться. Родителям Маши пришлось проехать много медицинских центров и клиник, чтобы врачи поставили диагноз. Когда родила, они сами ничего врачи толком не поняли, что что-то произошло. Видят, что она не дышит, тенеет. Я говорю, что случилось? И они вот её забирают в реанимацию. Поставили под бокс, интубировали там что-то. Ну короче говоря, ну по трубке кислородного дыхания она была. Там она самостоятельно тушать не могла. Врач приехал, говорит, что таких синдромов почти нету. Как он будет справляться? Но родители справились. Маша за эти три года научилась ходить, играть в куклы, танцевать. Может бутылочку попьём, Машу? Но два года назад у многодетной семьи совсем закончились деньги. А ведь нужно приобретать фильтры, зонды, лекарственные средства. В хоспис-дом с маяком мама позвонила в полном отчаянии. Больше половины семейного бюджета уходило на то, чтобы не умерла Маша. Подруга мне занимала, помогали как могли, то есть все. И вот хоспис мне очень сильно помог во всём. То есть питание, трахеостомы, материал весь, оборудование. Очень много всего сделал для меня, для моей дочери. Хотите помочь Марии Плешивцевой? Отправьте в детский хоспис-дом с маяком СМС на номер 1200 с суммой пожертвования. Например, маяк 500. И не забудьте ответить на СМС-подтверждение. Иначе ваша помощь не дойдёт.